Привет! Если вы учите русский язык и вы хотите узнать, как хорошо вы его знаете, или вы хотите узнать ваш уровень русского языка, то смотрите это видео. Я приготовила для вас вопросы из теста ТРКИ. Для каждого уровня будет 5 вопросов, значит всего будет 30 вопросов, и они будут все сложнее и сложнее. Напишите в комментариях, до какого уровня вы дошли, и давайте начнём. Итак, уровень А1, самый первый уровень, самый простой уровень. Вопрос 1. Вы говорите русский, по-русски и русский язык. Я думаю, это было просто. Это один из самых первых вопросов, и ответ вы говорите по-русски. Второй вопрос. Это очень большой. Окно, парк или гора? Да, слово большой в мужском роде, значит нам нужно слово в мужском роде, и это слово парк. Это Маша и Лена часто читают стихи. Читаем, читаете или читают? Маша и Лена часто читают стихи. Да, Маша и Лена это множественное число, третье лицо. Четвёртый вопрос. Вы поедете в театр с автобусом, на автобусе и на автобус? Вы видите, уже не так просто. Уже появляются интересные вопросы. Да, здесь будет на автобусе. Это предложный падеж. И последний вопрос. Пятый вопрос для уровня А1. Это Дима будет врачом, а Иван юристом. То есть здесь у нас противопоставление. Это контраст. Нам нужен союз А. Если у вас всё правильно, то я вас поздравляю. Мы идём дальше. Базовый уровень. Уровень А2. На уровне А2 уже можно разговаривать на очень-очень много тем. И давайте проверим, насколько вы хорошо знаете уровень А2. Первый вопрос. Мой брат студент, он в университете. Изучает, учит или учится? Мой брат студент, и он учится в университете. Учит. Это значит, что он преподает, а изучает какой-нибудь предмет. Можно сказать, мой брат студент, он изучает математику. Например. Здесь нужно найти сразу две формы. Вопрос 2. Эту книгу написали два. И сколько работает в вашей газете? Варианты. Журналисты, журналистов, журналистам и журналистам. Я думаю, все ответили, что эту книгу написали два журналиста. То есть, это родительный падеж – единственное число. И сколько журналистов работает в вашей газете? Здесь родительный падеж – множественное число. Все любят русские глаголы движения, поэтому давайте посмотрим. Да, правильный ответ будет «пошел в театр». А в следующем случае. Директор уже здесь? Да, он в 10 часов. Да, здесь будет «правильно пришел в 10 часов». Мы закончили с уровнем А2. Я вас поздравляю, как ваши результаты. Напишите, сколько ответов правильных было здесь, и мы идем дальше. Первый уровень. Наконец, это Б1. Итак, вопрос. Бабушка не пьет очень чай. Крепкий, сильный или твердый? Выберите правильный синоним. Да, здесь у нас синонимы. И со словом «чай» мы говорим «крепкий чай». Это чай, в котором очень много заварки, который настаивался очень долго. А что насчет таких местоимений? Я не знаю. Звонил Николай. О ком, кто, кого и кому? Я не знаю, кому звонил Николай. Здесь нужен дательный падеж, потому что Николай звонил, например, маме. Я сказала дательный? Надеюсь, что я сказала дательный падеж, потому что здесь именно он. Давайте посмотрим, как изменяются прилагательные. Виктор давно интересуется древняя Греция, древнюю Грецию или древней Грецией. Да, кажется, что здесь можно использовать венительный падеж, акузатив. Но со словом «интересуется» мы используем творительный и древней Греции. Виктор давно интересуется древней Грецией. Осталось два вопроса для уровня П1. Надо рано вставать, много сделать. Чтобы, если или тогда. Конечно, надо рано вставать, чтобы много сделать. Здесь нужен именно этот ответ. И последний. Ну как у вас? Как дела? Андрей несколько дней думал о книге. Недавно. Добро пожаловать в причастие. Надеюсь, у вас есть деньги на психотерапевта. Прочитанное недавно. Потому что прочитанное – это у нас пассивное причастие. Еще и в предложенном падеже. Ура! Как у вас? Вы там еще живы на уровне П1? Потому что сейчас мы идем на уровень П2. И вы можете написать, сколько у вас было правильных ответов на уровне П1. Скажу честно, мне кажется, что вопросы для уровня П1 и П2 сложнее, чем для уровня С1 и С2. Поэтому, если вам будет сложно сейчас, то подождите немного, возможно, уровень С1 и С2 вам понравится больше. В Эрмитаже открылась выставка «Все этапы реставрации» картины Рембарда Даная. Вот эта картина, если что, если вам интересно. Варианты ответа. «Отраженная», «Отражающая», «Отражаемая» и «Отразив». Причастие – идея причастия. Что может быть лучше? «Отражающая» – все этапы реставрации картины. Да, потому что здесь у нас активный залог. Потому что эта выставка отражает. Да, вопрос 2. Броненосец Потемкин стал фильмом «Мировую известность». Вот, кстати, этот фильм. Варианты ответа. «Получающим», «Полученным», «Получившим» и «Получаемым». Как вам вообще причастия? Пригодились в жизни или нет? Ну, если вы учили причастия, и вы не могли понять, когда же вы будете их использовать, то... А вот броненосец Потемкин стал фильмом, получившим мировую известность. Мы продолжаем. В современной технике используются закономерности еще в прошлом веке. Открывающие, открываемые, открывшие или открытые. Да, здесь было просто, потому что нам не нужны вот эти все сложные причастия. Здесь всего лишь слово «открытые». В современной технике используются закономерности «открытые», которые были открыты еще в прошлом веке. Не переживайте, осталось немного. Мы почти закончили уровень B2. Вопрос 4. Применяя новейшие разработки дизайнеров. Какое начало этого предложения? Вокзал строится, строительство вокзала организуется, вокзал строит или вокзал построен. Я надеюсь, что вы справились и вы ответили правильно. Вокзал строят, применяя новейшие разработки дизайнеров. Потому что, применяя, это дипричастие настоящего времени. То есть, нам нужно настоящее время. И вокзал строится не сам собой, а его строят. Последний вопрос. И останется самое интересное. Вопрос 5. Зрители долго аплодировали оркестру Мстиславом Ростроповичем. Это знаменитый советский виолончелист и дирижер. И вот это он. Такое слово пропущено. Руководящему, руководимому, руководившему или руководимый. Ну, конечно, во-первых, нам здесь нужна поддержная форма. Поэтому неруководимый. И руководящему или руководимому. Оркестром руководят. Значит, нам нужен пассивный залог. И это будет руководимому Мстиславом Ростроповичем. Ну что, мои аплодисменты. Мои аплодисменты мы сделали B2. Как ваши успехи? Сколько правильных ответов? Где было сложно? Напишите. Мы переходим к уровню С. Если вы на уровне С1, то значит, вы должны понимать тонкие нюансы устной речи. И вы должны чувствовать русский язык уже глубоко в вашем сердце. Давайте посмотрим. Итак, вопрос 1 для уровня С1. Говорит, скажет, говорила или сказала. Да, все правильно. Инна этого не скажет. Нам нужно будущее время. И это глагол скажет. Вопрос 2. Что означает это предложение? Сергей бездельничает. То есть ничего не делает. А мы тут работаем за него. Что означает эта часть предложения? Варианты. Можем работать. Хотим работать. Поработаем. Или должны работать. Конечно, конечно, человеку, который это говорит, не нравится. Он возмущен. И можно сказать, Сергей бездельничает, а мы тут должны работать. Нетушки. Мы уже на середине уровня С1. Ужас. Итак, вопрос 3. Пётр Петрович, поздравить вас с праздником. Какое слово здесь надо? Разрешайте. Разрешили бы. Разрешите. Или разрешали бы. Конечно, здесь нам нужен императив. И именно слово «разрешите». Разрешите поздравить вас с праздником. Родители всегда были слишком снисходительны своего сына. Это значит, что они всё прощали. Они закрывали глаза на это. Что у нас пропущено? Капризом. Из-за капризов. Капризом. И для капризов. Да, уже не так просто. Родители всегда были слишком снисходительны капризом. К капризам своего сына. Быть снисходительным к чему? И последний вопрос. Всеобщее стремление к миру, несомненно, на развитие земной цивилизации в 21 веке. Вот такое предложение интересное. Что же нам здесь нужно? Ослабит влияние? Окажет влияние? Поддастся влиянию? Или распространит влияние? Я думаю, это было очень просто, потому что здесь явно окажет влияние, потому что именно стремление к миру изменит то, как развивается земная цивилизация. Тук-тук. Вы еще тут? Сколько у вас правильных ответов? Было очень сложно. Или как? Я думаю, что уровень С1, что задания для уровня С1, они попроще, чем для уровня B1 и B2. Вы тоже так думаете? Ну, давайте проверим, что будет на уровне С2. По итогам полета в космос была проведена пресс-конференция. Я не уверена, что даже носители русского языка вот ответят здесь правильно. 125 дней, 125-дневного, 125-дневного и 125-дневного. Мне даже пришлось проверить, правильно я помню или нет, на всякий случай. И мое уважение, если вы ответили 125-дневного. Ответ Г. Да, в таких сложных числительных, здесь у нас прилагательное, образованное от числительного. Ладно, у нас будут меняться все части этого числительного. Но давайте посмотрим, что будет дальше. У меня к тебе просьба. Пожалуйста, помолчи. У меня к вам единственная просьба. Поставьте сейчас лайк, хорошо? Мы уже столько времени провели вместе. Да, здесь правильный ответ единственное. А вот что чувствует человек, который сказал, «И это артист называется?» «И это артист называется?» Или «И это артист называется?» В общем, скажите мне правильный ответ. «Он ему очень нравится?» Или «Он им восхищен?» Или «Это так себе артист?» Или «Говорящий возмущен игрой этого артиста?» Да, ответ здесь только один. И когда говорят, и когда вы прочитаете вот такую фразу, это значит, что человеку очень не понравился, что он прям возмущен. И это артист называется «кошмар». Осталось немного. Наконец, он решил позвонить приятелю. Да вот беда. Последние цифры телефона приходят в голову, думают головой, ходят на голове или вылетели из головы. Да, последние цифры телефона вылетели из головы. Все, вы их не помните. У вас их в голове больше нет. Они вылетели. И до свидания. Но мы не прощаемся. И у нас с вами последний вопрос. Наконец. На берегу, после кораблекрушения, нашли обломки мачты. Длиной в несколько метров, длиной в несколько метров, длины в несколько метров или длины несколько метров. Я надеюсь, я все правильно прочитала. А вы все правильно ответили, что это... А нашли обломки мачты длиной в несколько метров. Ну что, как вам? Сколько у вас правильных ответов? Как далеко вы прошли со мной? Напишите мне, пожалуйста. Если вы хотите попробовать аудирование аудирование для разных уровней, если вы хотите попробовать чтение для разных уровней, и даже говорение и письмо для разных уровней, напишите мне и... Ну, мы придумаем что-нибудь, да? Мы что-нибудь сделаем прикольно. Рада была вас видеть.